Гуси удивленные! Привет! А-а-а! Ты видал, они на меня ротельник свой раскрыли? Так, пошли, вот она каменоломня. А вот там вот хижина дровосека, да? Здравствуйте, мои хорошие! Так официально, ну знаете почему? Потому что мы попали в государство Людочки Мазочек в Средневековье. Мы продолжаем строить наше государство и развиваться здесь. Мы с вами в прошлой серии построили небольшую деревенскую жилищу. У нас тут есть немного мебели, немножечко того, немножечко сего. Задел на будущее места для купания и не только. Ну и пойдемте пополнять первое задание на сегодня вместе с вами. Поехали! Значит, первое задание строительство нового дома есть. И второе задание на пути к могуществу. А что на пути? Добро пожаловать, хочу попросить об услуге. Мои владения постоянно расширяются, крестьян все больше и больше. Мне нужно построить новую хижину, чтобы сдавать ее в аренду. Кстати, я слышал, что у вас тоже достал скачок земли, так что и вы сможете заняться тем же. Ну давай! Давай! Пойдем на пути к могуществу. Станем могущественными, потому что мы с тобой... Ух ты, ёпта! Это настолько, да, могущественное? Постройте дом. Аренда. Чтобы сдать дом в аренду, разместите табличку из рюкзака рядом с дверью и выберите нового владельца. Помните, что у каждого клиента свои требования к размеру и цене дома. Нифига себе список клиентов, ты посмотри. Учитель, маг и маг. Слушайте, ну я возьму могиньку, ей 46 лет. Женщина вроде бы как. Размер дома 4. Она самая нетребовательная. Короче, ладно, давайте строить дом. Что могу тогда сказать? Давайте поехали. Где-то возложу сейчас фундамент. А где? Так, ну давай, поехали. Создаем, короче, домик. Так, давайте какой-нибудь, ну такой, типа, не супер большой, но в то же время красивый и такой интересный. Так, здесь, значит, будет вход. Здесь будет окно. Окно. Окно здесь. И окно, наверное, где-то, ну думаю, что... Давайте окно будет здесь и окно будет здесь. А остальное это стена, стена, стена и стена. Так, фундамент, крыши, все это есть у нас. Давайте, значит, смотри, что такое 6? Это пол, по-моему, да? Так, дверь есть. Все, типа, хорошо у нас. На 8, давай, значит, засунем сюда дверь. На 9 засунем окошки. Так, так, так. Вот так вот еще сюда окошко надо засунуть. Оп. Отлично. Крыши. Крыши, 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 крыши. Это что такое? Это второй этаж? Нет, мне нужно 5. 5, баба, ягодка, опять. Так, так. И теперь вот, вот, вот тут как-то надо поставить все вот так. Раз, два, три. Все, почти что готово. Теперь это нужно все застроить. Не помню, как мы это делали. По-моему, изменить. И делали, изменяли. Так, древесина просто берем. Делаем из древесины деревянный домик. Деревянный такой, красивый, золотой домик. Домик, обычный домик. Только для тебя. И только для меня. Все. Повесьте знак аренды. Аренда дома. Так, ну поехали. Все. Давай, сейчас поставим. Вот такой вот красивый дом. Значит, рента. Маг. Размер дома 4. А у нас размеры, наверное, 6. Давай магу сдадим. Так, наведите. А как мне поставить значок ренты-то? Я что, знаю, как его ставить? А, кровать нужна. И шкаф. Все, понял. Понял, не дурак. Сейчас все сделаем. Значит, смотри. Кровать нужна этой эльфийке. Кровать самую дешманскую ей ставим. Типа вот такую за 150 ей пойдет здесь поспать. Типа нормально вперед ногами, лицом к жопе. Вот так вот ей поставим здесь. Так, и еще ей вроде бы как нужен был шкаф. Шкаф тоже ей поставим. Не супер же дорогой. Потому что, ну что, я богатейка что ли? Ага, 10 раз я богатейка. Все. У тебя все есть. Кренте, я думаю, готовы. Я сейчас этой козе сделаю красивый дом. Раз она хочет денег, будут ей сейчас деньги. Сейчас я ей сделаю. Нормально сейчас у нее будет не халупа, а пупа. Сейчас я тебе сделаю. Видимо, это эльфий Кирилл. Мне нравится то, что у нас немножечко домик-то все-таки. Не под ее стандарты, она не хочет его брать. Вот тебе будет печка здесь. Вот тебе печка. Будешь здесь кашеварить, кашку готовить. Не себе, так не людям. Да, походу, надо просто построить здесь. Так, другое. Это что? Это занавески. Без занавесок будет жить, обойдется. Это всякие декорированные штуки. Но мы не будем ей ставить бухло и вино. Потому что все-таки обойдется. А вот какой-нибудь канделябер повесить здесь можно в теории. Кому-нибудь вот такую вот штучку. А здесь подешевле. Чтобы прям было хорошо и классно ей светло. Светила, светила, насветила. Кухня. Давай поставим ей стол. За которым она будет сидеть и есть. Какой-нибудь за 50 недорогой столик. Со стулом тоже каким-нибудь такой табуреткой. Пусть сидит на табуретке. Чтобы быстрее ела, долго не сидела. Потому что долго сидеть это тебе не очень хорошо. Ванная не будет у нее. Сад не будет. Занавески, картины, камин и флаги не знаю. Кухонные принадлежности. Можем ей повесить чеснока. Что-то он никуда не вешется. Ну, здесь пусть висит нормально и не будет. Какую-нибудь золотую кружку ей. Еще один вот такой вот классный канделябер. Что-то он не поставился почему-то. Почему? Вот так вот теперь поставился. Все, довольна? В рюкзаке! Рента, свою мать! Заставьте дом любой мебелью клиента, чтобы повысить ежемесячный доход. Не забывайте регулярно собирать оплату. Да я уже ему сделала, этому клиенту всраному. Так, клиент, аренда дома. Пусть это берет. Бери, скотина. Все, мы сделали эту миссию. Теперь мы умеем делать в дом аренду. Научимся в будущем тоже это хорошо все делать. Возвращаемся домой с вами. Кто знал, что это оказывается так сложно? Сдать дом в аренду. Оказывается, нужно найти табличку в инвентаре. Откуда я, мать, его знал? Я... Это мой дом. Он у меня не очень. Пойдемте сходим в воркшоп. Здрасьте. Во-первых, надо посмотреть, какую мебель мы можем открыть. Ванну, во-первых, нам дали с тобой. Давай соберем ванную. Че? Можем себе позволить собрать классную ванную, комнату. Пусть у нас будет. Будем плавать. И кутить. Все равно не мне водить. Вот сюда, наверное. Оп. Это, наверное... Как-то... Что-то пошло не так, ребят, с ванной. Не знаю, почему. Так, бас. Вот. Б. Вот. Все. Все, оказывается, было гораздо проще и прозаичнее. Так. Все. У нас теперь есть новый чертеж. Это вот такая вот ванна с тряпьем. С труханами и не только. Так. Не надо мне никакие списки клиентов. Еще у нас есть одна штучка, которую можно собрать. Давайте, значит, начинаем тогда с низов с тобой. Потому что по углам собираешь, потом просто дальше поднимаешься. И очень даже таки простовато становится. Так. Кабинет какой-то. Что-то я сделала не так. Вот. Все. Есть еще одна новая полочка. Можем ли мы что-то еще открыть? Сколько стоит? Пять тысяч. А может быть, оно само откроется потом? Давайте пока оставим ее так. Изменять наш герб, конечно же, мы не будем. Переименовывать, конечно, тоже не будем. Пойдемте посмотрим, что мы можем здесь сделать. Больше ресурсов. Теперь вы можете посидеть хижину дровосека и каменоломня, чтобы получить ресурсы. Это вон там было. Пошли туда сходим. У нас теперь с тобой будет камень. И не только. Вот это кайф. Гуси удивленные. Привет. Видал они на меня ротельник свой раскрыли? Так, пошли. Вот она каменоломня. А вот там вот хижина дровосека, да? Хорошо. Давайте камни молить. Здесь вы можете приобрести камень. Хит скалы и вернуть сюда времена от времени. Хорошо. А как мне приобрести хит скалы? Ломать. А, вот так вот. Нифига себе. А я и не знал. Оказывается, это вот так вот добывается, да? А вот что значит камень на ломне, да? Лучше вернуться, да? Я все вернусь. Это все, что я добыл? А, вот так. И он типа потом респавнится. Хорошо. А если я прихожу на лесопилку? Хижина лесоруба. Дополнительную древесину. Я так понимаю, чтобы получить дополнительную древесину, это нужно взять топор. И топором хреначить, рубить дерево. Так, ну давай. С плеча рублю. Вот так вот. Есть контакт. И еще. То есть по три дерева здесь и по два камня там. То есть больше мне особо здесь и не дают, да? Ну, не шибко, прям густо. Но пойдет. Ломать, ломать, ломать. Ломать не строить. Забираем. Все. Вот и все. Это было очень быстро. А что туда? А туда? А туда нельзя, да? Хорошо. Обидно даже как-то стало. Ну, получается, что пока что это все там. Вон кролики опять что-то там. Друг другу на ушко шепчут. Хорошо. Давайте с вами пойдем дальше по заданиям. Станьте мастером своего дела. Мы предлагаем обучение будущим строителям замков. Давайте научимся строить замок. Это же офигенно. Мы сейчас научимся делать замок. Хорошо. Станьте мастером своего дела. Я так понимаю, что нужно просто вот это все сломать к хренам собачьим. Правильно? Вот и все. Я думаю, что это не нужно. Вот это все грязь и разруха, она не нужна. Здесь нужно прибраться. Навести порядок. Убрать грязь. Уберите старые пни и деревья. Вот видишь? Так. Мусор. Все, поехали убирать мусор. Где мусор? Ты мусор, ты мусор. Это мусор. Все мусор. Видал камушки, вот эти бочечки. Все убираем, прибираемся. Блин, у нас будет свой собственный замок. Видите, прикинь, если у нас будет люточки, мазок, замочек. Завершите строительство замка. Сейчас завершу. Подожди, здесь где-то должен быть сундук. Я же не дурачок. Я знаю, что где-то должен быть сундук. И записки. Записки здесь нет, а вот сундук есть. Дай-ка я сюда схожу, посмотрю. Мне кажется, сундук где-то здесь. Привет. Ты от меня опрятался. Так люблю, когда звенят монеты. Так это приятно. Очень даже приятно. На то это и средневековье, мой дорогой друг. Мы с тобой средневековим. Завершите строительство замка. 73. Те же твои. Ну, давай. А, как? А, то есть я как хочу, так и строю. Да, то есть я могу построить дверь. Условно. Ну, давай. Допустим. Дверь будет здесь. И дверь будет здесь. Здесь будет окно. Э. Я хочу поставить окно. А, здесь такие окна. Хорошо, я вас понял. У замков совсем, да, другие окна. Ладно. Хорошо. Так, окно. Окно. Нет, замок очень красиво выглядит, я хочу тебе сказать. Э. Пять. Это что? Пять это, наверное, большая какая-то дверь. Супер большая дверь. Но мы что? Что это такое? Это что? А смысл? Это типа баррикада? Не понял, но очень интересно. Другого варианта у меня здесь как бы ребят не было, извините. Это как-то сложно строиться ваш замок. И чего? А, ты меня типа по частям мучишь, да? Как дурачка. Ладно, спасибо. Я, видимо, настолько дурачок, да? По твоей логике. Здесь два этих штука, да? А как их строить? Так не ставится. Так тоже не ставится. А как тогда? Ладно, я и так справлюсь. Знаете ли, пойдет. Я типа методом тыка просто понатычу что-нибудь. И где-нибудь у меня что-нибудь да получится. Понятно? А не было той преграды, которую я бы не могла преодолеть. Понятно? Поэтому я ее просто возьму и преодолею. Сам себе построю. Понимаешь? Ломать не строить. Так, берем девять. Здесь лестница. Лестница еще где-то с этой стороны должна быть. Сейчас все будет. Не ссы вообще. Сейчас все вообще по красоте сделано. Так, а здесь нету захода. Зачем я тогда сюда зашел? Есть заход. А че ты меня тогда? Тут он и есть спокойно. Дырки все необходимые. Так, окошки. Давайте делаем окошки. В решетке сидеть темницы скамленные. Орел молодой. Здесь все окна есть. Пошли делать здесь, в этой темнице окна. Слушай, ну замок очень красиво выглядит. Я бы себе в будущем, конечно, хотела бы построить именно замок. Потому что замок это прям огонь. Оказывается все не так-то просто в этом сраном замке. Так че сюда дверь надо вставить? Ну давай я вставлю. Мне не сложно вставить дверь. Просто проблема в том, что изначально оно ничего не показывалось. Оно не хотело просто брать и показываться. Мне пришлось зайти вот так вот. Купить здесь вот такую дверь. Потом купить здесь вот такую штуку. А здесь давай такую штуку поставим. Нет? Нельзя здесь такую. Тогда здесь нужно вставить тоже вот такую штуку. Чтоб все видели. И здесь, да, тоже получается такую же штуку. Хорошо. И че, я отсюда никогда не выйду теперь? Офигеть. А-а-а-а. Вот ты, значит, какая, да? Еще здесь какие-то потайные места, да, есть? И че? Ну, допустим. Вот еще одна лестница. Вот как? Вот почему так хаотично подсвечиваются места, которые мне надо сделать? Я просто не понимаю, почему они так хаотично все подсвечивают. Еще дофига, я хочу тебе сказать. Еще здесь нужно эти штуки поставить. Так, давай. Раз, два, три, четыре. Миссия выполнена. Ну и бред, конечно, я тебе хочу сказать. Но теперь мы умеем строить с тобой замки. Поэтому мы можем построить замок для себя. Для себя, родимых. Мне интересно, заспавнились ли новые камни. Давайте сходим проверим. Чисто так ради интереса. А вдруг они спавнятся каждый раз? После того, как мы с тобой, собственно, занялись какой-то миссией. Надо проверить. У нас 41 камень, 228 древесины. Просто надо посмотреть. Понятное дело, что, наверное, где-то можно закупаться. Но проверить-то надо. Ха! То есть оно спавнилось чуть-чуть. Но медленно. Хотя здесь два дерева заспавнилось. Как это работает? Типа дерево быстрее, да, чем камень просто вылазит, вырастает. Ну, потому что солнышко посветило, вода покапала, и они уже, да, это все. Так, куда получилось? А ну, вернись. Так, ломаем. Ломаем. Это принадлежит мне. Спасибо. Это мое. Что мое принадлежит мне по праву. Понятно? Так, три моих бревна. Неплохо. Но камня больше не появилось. Там появилось какое-то новое здание. Давайте в него сходим, посмотрим, что там в этом здании продается. Возможно, там можно закупить камни, потому что, ну, проще закупить, чем их фармить. Так как у нас 48 тысяч, за мной спрятана людочка такая, троглядюточка. Хорошо, пошли. Воркшоп мы сходили. Да, мне кажется, здесь какой-то рынок. Торговый рынок здесь можно обменять. Вот, а я тебе что говорю? Пойдем, посмотрим, что тут. Нам нужен камень. Количество. Выберите материал. Я... Так, подожди, стоп. Я беру деньги, я хочу получить камень. Я хочу купить... Вот столько камня. Ну, уже неплохо. Хорошо, мы поняли, что можно торговать. Ситочек, я сердце почек. Слушай, я готов строить себе домик. Area. Расширение владений. С помощью этого знака вы можете расширять владения. Со временем откроется еще больше земель для королевства. Подожди-ка, давай я куплю за 3 тысячи. Выигрен? Да. Я хочу купить... Че это? Я не могу себе... Могу себе позволить, извините меня, расширить свои владения. Понятно? Хочу быть дорогим, богатым, знаменитым. Надо начинать строить замок. Замок начинается со входа, правильно? Правильно? Мы же как с тобой, лорд-милорд. Правильно? Или замок будем строить с тобой в конце игры, а пока будем жить в хибарке. Короче, пиши в комментарии, когда мы с тобой строим замок. Не забывай подписаться на мой канал, поддержать меня лайком. А с тобой была я, Людочка Мазочек. Увидимся с вами уже очень скоро. Пока!